Всем здарова народ с вами варчик хочу вас познакомить с изменением техники в патче 920 это новости супер теста разработчики хотят нас уже ознакомить что же будет в патче 920 и начинают с ребаланса техники в основном здесь апы и небольшие нервы тяжей как раз то что вы любите сование циферок у танчиков сейчас посмотрим более подробно начнем с советских танчиков а именно средние танки тэп c4 первый образец танк который напрашивался апа просто изначально когда его только ввели в игру улучшили стабилизацию в движении и при повороте ходовой на 9 процентов при повороте башни на 25 процентов улучшили сведение с 2 4 до 2 2 секунд улучшили обзор с 360 до 380 метров усилили броню башни как и всем 44 ком пробитие улучшили основным снарядом до 190 миллиметров было 183 голдой пробитие улучшились 235 до 247 миллиметров увн с 6 до 7 градусов улучшили боезапас орудия с 34 до 56 снарядов апнули все что не хватало этому танку а именно стабилизация обзор и пробитие но еще и и как бонусом апнули броню башни да и при таком низком силуэте 7 радусов у на это будет очень хорошо дальше т-44 100 п орудие здесь точно такое же как и у t54 первый образец поэтому пробитие апнется здесь точно также до 190 из 247 алдой сведение улучшится с 2 и 2 до 2 секунд перезарядка ускорится на полсекунды и будет 7 и 5 и стабилизация при повороте башни на 15 процентов также броня башни улучшится как и у всех 44 легендарная т-44 стабилизация во время движения и при повороте ходовой на 9 процентов лучше при повороте башни со 100 миллиметровым орудиям на 14 процентов также 100 миллиметровка улучшит свое пробитие бэбэшкой на 190 миллиметров под калибром 247 сведение с 2 и 3 до 2 и 1 время перезарядки с 8 и 1 до 7 и 5 но также еще апнут деструктор точность 0.43 до 0.42 перезарядка с 19 и 2 до 15 и 2 и сведение с 3 и 4 до 3 и 2 ну и также броня башни улучшится т-54 легендарный таракан наш и здесь если арань идет моменту магомед идет к горе это высказывание очень подходит поскольку нормальную пушку они нерфят а пушку с которой ездили одни глупики они ее апают поэтому автоматически если люди не нормальную пушку не могут поставить то картошечка берет и апает не нормальную пушку а нормальную нерфит таким образом автоматически все раканы на т-54 будут играть на нормальной пушке гениально до 10 т2 с пушка которая все катали ей нерфят точность 0.35 до 0.39 улучшать скорострельность 7 и 8 до 7 и 4 сведение ухудшают с 2 и 3 до 2 и 5 ну и теперь пушка на которой ездили одни раканы д-54 точность улучшают 0.39 до 0.33 перезарядку ухудшают с 8 и 2 до 8 и 5 секунд сведения улучшают с 2 идей до 2 секунд также еще для орудия д-10 т2 с которая будет конченным теперь делают на один овн лучше было 5 будет 6 также улучшат броню башни до 240 300 миллиметров объект 140 улучшат бронирование башни а именно крыша будет такая же как у шестьдесят двойки но лючки будут пробиваться также хорошо как и пробивались топовый дедовский танк и всем добавили новый двигатель старый убрали новый двигатель м 50t стабилизация при движении и повороте ходовой улучшат на 16 процентов при повороте башни на 25 процентов сведение улучшат с 3.1 до 2.9 и хп было 2150 будет 2400 у меня есть подписчик у которых 16000 боев на и 7 если ты этот видос смотришь напиши в комментариях доволен ли ты этими изменениями и чтобы изменил ты и су-152 удалили три старых орудия добавили одно новое 152 миллиметра d4s также увеличили хп с 1010 до 1200 хп стоимость исследования орудия bl9s уменьшена с 44 тысяч до 24 но исследование ветки объект 704 будет теперь стоить не 176 тысяч 500 опыта а 192 тысячи 500 объект 704 добавлено орудие 152 миллиметра d4s сысу которая будет идти стоимость исследования следующей ветки машины объект 268 уменьшена с 301 тысяча опыта до 239 объект 268 полы горизонтальной наводки в каждую сторону увеличены до 11 градусов скорость полета снаряда улучшена 760 до 950 метров теперь у нас на очереди франция там нескольким барабанным танком добавили немного снарядов также у нас еще теперь а м x ac мл е 48 8 левел я так понимаю имеет барабан заряжания также ему разброс увеличили с 0 33 до 0 37 уменьшили улучшили стабилизацию при повороте ствола на 42 процента сведения улучшили с 2 идеи до 2 и 7 усилили броню корпуса добавили два снаряда стала 66 а м x 50 фош улучшили стабилизацию при повороте и движение ходовой на 10 процентов при повороте ствола улучшили стабилизацию на 30 процентов точность ухудшили с 0 33 до 0 35 время сведения с 2 и 3 ухудшили до 2 и 5 усилили броню количество снарядов увеличили 64 до 68 и добавили барабан форс 155 добавили новый двигатель новую радиостанцию угол возвышение орудия улучшили с 12 до 18 угол склонения орудия улучшили с 5 до 6 градусов и машину перевели из исследуемых в акционные а м x 50 фош б ввели на замену а м x 50 фош 155 а м x 30 при движении и повороте ходовой улучшили стабилизацию на 12 процентов при повороте башни на 30 процентов ухудшили точность 0 33 до 0 37 улучшили перезарядку с 10 и 2 до 9 секунд улучшили бронирование башни и также понерфили пробитие с 260 до 248 миллиметров основным снарядом и голдовым с 320 до 300 принципе я не знаю вообще зачем трогать м x 30 ему дают какую-то непонятную броню в башне 200 260 миллиметров маска вокруг маски с 80 150 и лючок 100 зачем мне броня в маске если у меня лючок размером с корабль дарта вейдера и благодаря теперь этой бронированной маски мне понерфили пробитие но апнули стабилизацию посмотрим будет ли это об или нерв пока что непонятно то же самое сделали и с 10 уровнем amx-30b ему понерфили точность 0 3 до 0 36 апнули стабилизацию на 25 процентов улучшили перезарядку с 8 и 9 до 7 и 8 секунд улучшили сведения с 2 1 до 2 секунд усилили броню башни также понерфили пробитие точно также пробитие основным снарядом 248 а алтой 300 честно говоря пробитие ниже среднего чем у остальных танков на десятом уровне немецкие танчики маушин увеличена проходимость стоковой ходовой на всех типах грунтов маус время перезарядки орудия увеличена с 12 до 13 и 3 прочность снизилась 3 200 до 3000 единиц это однозначно нерф маус как сосировал в щеке голдой так и будет сосировать сколько ему ничего не нерфи не апой маус это большая груда хп которая всегда будет получать по лицу голдой яхтигр 88 стабилизация при повороте и движения ходовой улучшилась на 6 процентов скорость поворота ходовой увеличена с 22 до 26 градусов ну и наконец-то американские средние танки танк для статистов м-46 паттон увеличено бронирование башни м-48 а 1 паттон у него удалили два стоковых орудия и удалили снаряды к ним усилили бронирование башни да вообще башни то заменили полностью ну и напоследок японские тяжелые танки о и экспериментал пятый уровень удалили топовую пушку скорость поворота башни уменьшили с 22 до 20 градусов усилили броню корпуса и башни максимальная скорость движения вперед уменьшена 40 до 25 километров раньше я советовал на этом танке играть как на пэта и в принципе можно было тащить на этом танке катки в песке ну а теперь это такой же жаробасе как и все японские тяжелые кучка танки о и по нервфили броню охот добавили голдову снаряд которого не было type 4 хэви уменьшили скорость поворота ходовой до 17 градусов скорость поворота башни также до семнадцати градусов type-5 хэви уменьшили скорость поворота ходовой до 17 градусов и скорость порота башни до 18 и уменьшили броню корпусы теперь мой вывод про все это ну что касаемо тяжелых танков ощущение что разработчики сами не понимают что они хотят от тяжелых танков то они переапывают то них нерфит туда-сюда что касаемо американских танчиков ну так чуть-чуть косметические средние танки пригладили ну посмотрим на тесте чё там за башня такая будет космического пата на 10 уровня 9 по тот принципе ничего особо мне кажется не изменится что касаемо французских танчиков по поводу барабанных птшек не знаю посмотрим что касаемо средних танков французских мне кажется это какой-то нерв и честно говоря добавить добавлять броню в маску нерфить точность нерфить пробить и и давать вместо этого стабилизацию и и броню в маске с таким здоровенным лючком броня в маске нафиг не нужно так что мне кажется что муразор сам будет вместо меня играть на mx30 но посмотрим это на тесте может быть и ошибаюсь что бывает принципе редко что касаемо средних танков это однозначно хорошо они давно требовали каких-либо уже улучшений и теперь главный вывод почему все это происходит потому что разработчики сами себе придумывали работу раньше баланс был в принципе хороший потом они начали вводить имбу старые танки отстают от имбы потом начали апать танки единичными случаями тот этот все перемешалось в кучу новые танки еще имбови начали вводить старые вообще забили на них и вообще ничего не апают таким образом получили старые танки тупо говно новые танки тупо имба из-за этого вылезли косяки на картах один респ хуже другого это более заметно стало потому что все больше и больше имба танков стало в рандоме также еще пришлось апать броню некоторым танкам а из-за чего это апается из-за того что гонка вооружение и всем перри апают пушки пробития куча голды то есть сами себе придумали всю эту работу не могут взять и просто все танки сразу забалансить да а брони это хорошо но его нужно апать всю эту броню потому что они переапали пробитие и вообще гонка вооружение очень жесткая сами себе придумали какую-то работу и не могут просто собрать все в кучу мысли и это мне кажется должен сделать один или несколько человек либо их там сильно много они не могут все мысли в кучу собрать либо они просто ничего не соображают вот такой вот вывод с вами был арчик играйте красиво пока